Добрый день, это Вадим, сосед сверху. Из-за вашего ремонта у меня стена просела. Ау, вы дома? Я же слышу ваши инструменты. Алло, это Жек? Что мне делать? Из-за соседа моя квартира рушится. Да, это Жек. У нас рабочий день уже закончился. Звоните послезавтра с 11 до 13. Да как же это? Вадюш, ну не нервничай. Но нужно что-то делать прямо сейчас. Помнишь, Валера рассказывал? Как решил проблему с аварийным деревом во дворе? Обратился на платформу Отклик. Кажется, вариантов больше нет. Отклик.com.ua. Готово. Должны откликнуться. Есть щель, есть провисание плиты небольшое. Но просто я не понимаю, насколько это критично. Мы инициируем вопрос, выехать сюда комиссию. Оставляй Отклик на нашей платформе. Давай менять страну к лучшему. Привет, дорогие друзья. Что-то мысли гонца. За суетой сует позабыли о Светлане Тихановской. Про Светлану шутили в свое время, что у нее столько же реальной власти, сколько и у Зеленского. Но это оказалось неправдой, потому что Зеленский сейчас через СНБО, вводящий санкции налево-направо, указом увольняющий судей Конституционного суда, преследующий по закону судей Верховного суда, которые назвали его решение незаконным. Он, в принципе, уже может возглавить монархию и даже ввести правление зеленых полковников. Мне кажется, к тому идет. И тем не менее, кое-что общее между Зеленским и Тихановским, конечно же, присутствует. А именно, это умопомрачительно сильное желание заручиться поддержкой старших. К примеру, Зеленский ездил к Меркель, просил, потом махал из-за океана рукой, чтобы Меркель у Байдена попросил. Он, короче, постоянно пытается заручиться чьей-то поддержкой и через своих вассалов, сейчас уже рассказывают, мы пойдем к Китаю под крылой и так далее. Да, Тихановская после открытия ее типа официального представительства в Вильнюсе отправилась в Соединенные Штаты Америки. И было заявлено, что Тихановская там встретится просто с самым главным истеблишментом. И тем самым, ну, она как бы вроде подтвердит, что она является легитимным лидером. Вообще, если вспоминать выборы в Соединенных Штатах Америки, то все Нексты и прочие очень сильно ждали победы. победы Джозефа Байдена ловили практически каждое слово Джозефа Байдена и очень сильно надежды возлагали на Джозефа Байдена и вообще на демократов. Они вликовали, когда вопрос Беларуси упомянули среди возможных к обсуждению на Женевском саммите. Расчет был такой же, как в Украине. Придет знаменитый враг Путина, задавит санкциями Беларусь, устроит там демократию по примеру украинской. В Украине, если уж на то пошло, также ликовали, наблюдая процессы в Беларуси. Потому что, по всей видимости, отдельные наши шлеперы рассчитывали на места в наблюдательных советах стратегических отдельных предприятий. Ну, что-то не сложилось. Соломия Бобровская, Алексей Гончаренко и тому подобные персонажи, в том числе Свободовка, Оксана Савчук, предлагающая сейчас вести преемственность Украины от УНР, все они были очень разозлены на Беларусь, когда их туда не впустили. И теперь хотят рвать даже дипломатические связи. Короче, Тихановская отправляется с официальным визитом, с кортежем, охраной, отправляется в Соединенные Штаты Америки. План ее визита достаточно интересен. Должны быть встречи на высоком уровне. И, согласно заявлению пресс-службы, звучит этот план так. 18 июля в воскресенье Тихановская увидится с диаспорой. 19 посетит Госдеп. За эти дни она собирается встретиться с конгрессменами, сенаторами Палаты представителей, представителями агентства USAID и журналистами. С диаспорой Светлана на самом деле встретилась в Вашингтоне, назвав это самой классной частью программы. Я думаю, что это можно назвать даже самой содержательной частью программы и самой наполненной частью программы Светланы Тихановской. Внушительной частью программы со всех штатов собралась толпа, примерно такой же численности, как Змагары на Майдане независимости собираются. Тихановская пообещала им обсудить с американскими властями права человека репрессии в Беларуси. Никогда не могла представить, что представители оппозиции не только будут принимать на самом высоком уровне в Вашингтоне, но и ставить в пример стойкость и смелость беларусов. Также заявила, что будет призывать мировых политиков к реальным действиям, а не к принятию одних лишь деклараций в отношении Беларуси. То бишь, по сути, Светлана призвала душить свою страну санкциями. Я посмотрел бы, что сделали бы Соединенные Штаты Америки с гражданином США, который к аналогичным действиям призывал бы по отношению к США. Мы никогда не рассматриваем вот эти все ситуации с другой точки зрения. Вот представьте, американец говорит, что необходимо наконец-то американский режим давить. Но давить не выборочно вот этого чиновника, потому что, как я понимаю, что беларусские чиновники и так находятся под санкциями. Но давить само государство. А что такое государство давить? Это значит, на обычных людях это будет сказываться. Ну, вы понимаете, да, что Штаты сделали бы с таким героем? В качестве подтверждения своих серьезных намерений Тихановская заявила в своем телеграмме, что встретится с госсекретарем США Блинкером, зам госсекретаря Нуланд, та, что печеньки, да, и советником Госдепа Шолли. Даже описала темы разговора с Блинкером. Проблемы беларусского гражданского общества, поддержка попавших под репрессии, новые санкции против режима Лукашенко, и как избежать лазеек, позволяющих обходить санкции ЕС и США против Беларуси. Этим, мне кажется, Светлана уже несколько напоминает Зеленского, который очень озабочен, чтобы ни капли воды не попало в Крым. Контролируется, чтобы этого ни в коем случае не произошло, даже в частности через строительство дамб. Ставка на администрацию Байдена у Светланы очень сильная. С помощью Байдена мы победим, говорила она, равно как, в принципе, и Зеленским. 20 июля Тихановская приготовилась к встречам уже в Белом доме, в том числе с советником президента США по национальной безопасности Салливаном. Но где-то тут официальная версия начала давать сбой. У пресс-секретаря Белого дома Псаки ранее спросили, встретятся ли представители команды президента с Тихановской. На что Псаки ответила, что у нее такой информации нет. Более того, она даже переспросила, а типа, ну, должна состояться такая встреча, уже сейчас, забегая наперед, я должен сказать, что сейчас уже Псаки сказала, что встреча с высшим руководством не запланирована. По всей видимости, она что-то уточнила. Как вы понимаете, встречи на таком уровне не планируются за три дня. То есть, такие встречи планируются за много месяцев до. Значит, нужно, чтобы было окно. У Байдена или у Блинкена. Но журналисты дотошные не обнаружили 19 июля таких окон ни у одного, ни у второго. Известно, что Нулан планирует с кем-то встречаться. Но пока что Виктория только звонок в Молдову совершила. Блинкен короля Иордании принимает. Даже те, кто кричат «Живая Беларусь», признают, что Беларусь в приоритетах американской дипломатии не стоит. Между тем, The Washington Post назвала встречу Байдена с Тихановской шансом для Байдена. Показать, как он защищает демократию, противостоит автократам. Пока что, правда, кажется, свой выдающийся шанс он упустил. Не, наверняка к ней приставят кого-то. Ну, типа, как в Украине мэра какого-то города, к примеру. То есть, кого-то однозначно приставят, который походит. Но если Байден так и не появится, то, наверное, он все-таки агент Путина. Сама же белорусская Гуайдо, а мы имеем право сравнивать ее именно с этим политиком, из которого пытались сделать политика реального, но сейчас как-то уже подустали, по всей видимости. А после информации о том, как окружение Гуайдо разворовало средства, которые им выделяли на покупку недвижимости, элитной, все покрасилось совсем в плохие тона. Просто другое дело, что это не так освещается широко, как то, когда он катался везде и представлялся уже официальным президентом. Так вот, белорусская Гуайдо говорит, что не готова к участию в новых выборах, разве что может выступить моральным авторитетом. Возглавить же страну вместо нее должен хороший менеджер. А у нее, мол, типа, получается, она не обладает достаточными качествами для управления государством. И, ну, это честно, это очень честно со стороны Светланы. Но похоже, что Беларусь, опять-таки, отошла, тема Беларусь отошла на периферию. Потому что на первый план вышла возможность цветной революции на Кубе, на той самой Кубе, которая немного десятилетий давилась эмбарго, которую на Кубе считают геноцидом. И ООН много раз призывала, обращалась к Штатам отменить это, но тем не менее, вот так вот. И Штаты рассматривают Кубу как шанс. Сейчас беглыми кубинцами во Флориде и других штатах накачивается видимость поддержки интервенции. Еще и так удачно на Гаити просят ввести войска для наведения порядка. О том, каков масштаб этих митингов кубинцев, Штаты предпочитают умалчивать. Но есть предположение, что скорее они попытаются навести порядок у себя на заднем дворе, то бишь на Кубе. Если вмешательство состоится, после Афганистана это будет выглядеть странно, но ладно, если вмешательство состоится, то жаль, конечно, кубинцев. Но тем не менее, такой исход был предсказуем. А вот если Штаты не вмешаются в события на Кубе, кто тогда поверит, что Байден готов воевать за Украину и Беларусь, особенно с Россией. Вполне возможно, разве что сама Светлана Тихановская. Смотрите, визит Светланы еще на момент записи этого блога не закончен. И вполне возможно произойдет какое-то чудо. Но то, что произошло уже, я вижу вполне. Более того, я готов дополнить свое видео. Вот здесь вот сообщение от РИА Новости. Тихановская посетила ГОСД, провела там около часа, подойти ближе к корреспондентам не разрешили, сказав, что бывшего кандидата в президенты охраняют американские спецслужбы, которые не позволяют ей вступать в нежелательный контакт и не остановят машину ради незапланированного общения. Можно предположить, что это сделано для того, чтобы журналисты не задали те вопросы, на которые Тихановская ответит, неверно. У меня все, с большим уважением к белорусам, с любыми политическими взглядами. Мне просто всегда интересно проводить параллели. Пока. Привет, Ник Радженко, партия Шария. И к нам обратился Андрей, наш сторонник, касательно того, что теплосети после того, как провели плановые ремонтные работы, не привели за собой в порядок территорию, остались разрытые ямы. Я обратился к партии Шария, чтобы они помогли нам решить нашу проблему, которая длила где-то год. За определенное время, оперативно, зарыли ров, который здесь оставили теплосети, и через некоторое время уже заасфальтировали дорожку и сделали нам комфортное проживание. Вот здесь вот люди обходили, здесь мы строили мостики специальные, переходные, чтобы люди обходили вот здесь. Здесь пришлось нарушить клумбу, чтобы была клумба с цветами, потому что ее тоже трактором разорвало здесь. И нам мы так вот обходили здесь вот на током. Рады, что смогли помочь, более оперативно решить этот вопрос. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok